Всем привет друзья! Недавно мы делали ролик о неожиданном спаме. Так вот, мы его практически разгребли и хотим поделиться с вами алгоритмом действий, ведь новые сообщения туда попадают регулярно. Итак, как мы говорили, в один прекрасный день у нас отобразилось более 100 сообщений о спаме. Первое, что мы сделали, пролистали их и одобрили сообщения от каналов, которые лично знаем и в которых уверены. А чтобы впредь сообщения от знакомых каналов не попадали в спам, можем поставить птичку, чтобы публиковать сообщения данного пользователя без проверки. Вот покажем на примере наших друзей из Франции. Можно прямо в сообщениях птичку убирать и ставить. И после такой проверки у нас в спаме осталось чуть более 50 сообщений. Теперь для удобства в разделе сообщества откроем список наших подписчиков в отдельной вкладке. Здесь, правда, отображаются только пользователи, которые не скрыли информацию о своих подписках. Мы разработали такой простой алгоритм действий, давайте попробуем его на практике. Смотрим сообщения от канала HH Channel. Написано два месяца назад. Берем Google переводчик, копируем, нажимаем определить язык. Похоже на предложение о взаимной дружбе. Ищем у себя в подписчиках. Ага, нет такого канала. Открываем их каналы. Они скрыты. Ага, сами виноваты. Комментарий обычный и не интересен. Возможно они даже и не смотрели наш ролик больше минуты. Поэтому и в спам попали. Значит удаляем их сообщения. Берем следующее сообщение от канала Play with K. Смотрим в подписчиках их нет. Проверяем у них раздел каналы. О, нашли себя. Значит они подписаны на нас. Открываем их раздел видео. Ну и посмотрим свежий их ролик. Интересный творческий канал. Подписываемся и комментируем. В конце пригласим на наши новинки. Возьмем еще для примера канал Другая жизнь. Смотрим. В подписчиках они есть. Заходим и посмотрим ранний их ролик. Было интересно. Подписываемся. Лайк и приглашаем их в гости. И так далее. Вот таким образом друзья. Разгребли нашу кучу сообщений в спаме. Нам интересно. А что вы делаете со спамом? Ждем ваших пожеланий и предложений. Спасибо за внимание. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok